Добрый вечер, уважаемые телезрители! Сегодня мы будем говорить об экономике, об экономике военного времени, экономике Днепра, Днепропетровской области и, конечно, Украины. Говорят об этом сегодня мало, к тому же сказанное буквально теряется в рассуждениях о том, как война и западные санкции уничтожают экономику России. Для нас это, конечно, важно, но случится такая радость не завтра и даже не через неделю. Поэтому пока мы ждем, когда санкции обрушат российскую экономику, давайте поговорим о том, как больно и насколько сокрушительно война бьет по экономике украинской, по промышленности, по финансово-банковскому сектору и по социальной сфере. Разобраться в этом мы попросим гостя нашей программы. В эфире Васильевский остров и у нас в студии аудитор Михаил Крапивко. Здравствуйте! Добрый день! Давайте, наверное, начнем с оценки финансово-экономической ситуации. Может быть, общий плюс? Хорошо, попробуем. Ну, начнем с того, что, в принципе, начало массированных военных действий или начало войны, спецоперации, как хотите. Война-то у нас, вообще-то, уже 8 лет идет. Начало вот этих массированных наступательных действий украинская экономика встретила довольно, скажем так, хорошо и стойко. У нас не обрушилась банковская система. У нас она не то что устояла, она сохранила все безналичные расчеты, карточные. Не было резкого вывода денег с банковских счетов. То есть, в принципе, и народ, и банки встретили очень хорошо. То есть, финансовая система, она устояла. Единственное, что пришлось сразу сделать, это ввести некоторые ограничения, например, на продажу валюты и вывод денег за рубеж. Но по последним данным, которые сейчас публикуются, при всем том, что был запрет на вывод денег за рубеж, ну, где-то 50 миллиардов долларов уехало. Ну, не без этого. Но, тем не менее, народ и бизнес встретили это очень хорошо. Мало этого, даже бизнес такой, как сети ритейловые торговля, сети заправочные, они включились в эту систему, потому что в первые дни никто не знал, как будут работать карточки, терминалы, и все побежали хоть что-то снять в банкоматы. Они включились и начали выдавать деньги со своих терминалов при покупках до 6 тысяч. До сих пор, да. Но, в принципе, это законодательством было предусмотрено уже давным-давно, только никто не практиковал. Но тут быстренько включились и таким образом сохранили полностью устойчивость финансовой и банковской системы. Это раз. Второе, сама экономика как таковая, критическая инфраструктура. Критическая инфраструктура, опять же, показала себя очень хорошо. И подвоз продуктов в магазины, и коммунальная энергетика, все работало, ну, как часики, можно сказать. Для таких событий, когда каждый день обстреливают, бомбят. Ну, мы не говорим о тех городах, где оно... Ну, даже там оно работало неплохо. Даже там. Это второй эпизод. Третий эпизод. Крупная промышленность. Здесь первый месяц, вот, март была такая своего рода неразбериха-потерянность. И в основном крупные предприятия остановились. Люди были в простое. Металлургия перешла в режим, так называемый, горячей консервации, чтобы не остужать печи до конца и коксовой батареи. Но, тем не менее, не работало. С чем это было связано? Ну, во-первых, была непонятна ситуация с логистикой. Изменилась резкая логистика. На Восток ничего везти нельзя, и некуда, и некому уже. На Запад еще не отработано. Портов нету. Порты отрезаны и так далее. Первый момент. Второй момент. Это трудовые ресурсы. Многие, особенно женщины с детьми, старики, рванули на западные границы, рванули по направлению из страны в спокойные страны под защитой НАТО. Раз. Мужчины, кто пошел под мобилизацию, кто в терроборону, тоже. Поэтому с трудовыми ресурсами у нас до сих пор еще есть некоторая неразбериха. Хотя уже ситуация как бы устаканилась. Правительство тут же, в первые же недели, выдало документ, как бронировать необходимых работников. Назначило ответственным министерство экономики. Министерство экономики опубликовало порядок, как это делать и так далее. И третий момент первых дней, скажем так, то, что помогло нам сохраниться и устоять. Риски же, наверное, да. Почему-то закрывались. Риски всегда. В любом случае риски есть. Ну, какой-нибудь там дом или что прилетит. Ну да, техногенные, особенно в металлургии. Это техногенная угроза. Металлургия и крупная химия. Следующий момент, который помог сохранить систему и экономику на первом этапе, это наши волонтеры, которые особо и не переставали волонтеры с 2014 года, но которые очень быстро масштабировались и развернулись, и организовали и помощь эвакуированным, и обеспечение малообеспеченных, и помощь нуждающимся. И Укрзалызница очень хорошо сработала, эвакуационные поезда организовали. То есть, благодаря этому сохранилось спокойствие, а спокойствие всегда помогает экономике. И буквально через 2-3 недели начал уже работать более серьезно. Даже тот малый микробизнес, который закрылся на первом этапе, не знал, что делать. Все начало потихонечку работать. После этого правительство призвало экономику все-таки продолжать трудиться. Призвало и пообещало помощь, и кое-какую даже предоставил об этом, чуть позже поговорим. И у нас экономика начала потихонечку раскручиваться. И вот с апреля уже крупные предприятия начали разворачиваться. Резниченко, будучи в этой истории, сказал, что из 22 крупных предприятий, 20 работало, и еще одно готовилось к запуску. Да, начали разворачиваться. Металлургия начала потихонечку снимать с консервации. И вот здесь надо заметить, что как раз санкции, о которых вы вначале говорили, введенные против России, сейчас очень хорошо работают на нашу тяжелую промышленность. А есть уже какой-то анализ, информация о перемещении заказов оттуда? Ну, скажем так, есть полная эмбарго от многих стран на российскую металлопродукцию, что открывает двери нашей металлопродукции. Есть решение Европы, США, Канады о снятии всех ввозных пошлин с нашей продукции. А это, причем Канада, вчера заявил Трюдо, на 12 месяцев снимает. Это очень большой период, это очень большая, хорошая возможность войти на те рынки. Мы понимаем, что рынок Канады и рынок Америки – это рынок для металлургов абсолютно других стандартов. И наши металлурги периодически пытались войти в тот рынок. Ну, пусть вписываются в эти стандарты. Ну, сейчас, я думаю, это будет как раз то окно возможности, которое заработает. Но при этом надо не забывать, что часть трудовых ресурсов все-таки сейчас мобилизована в армии, в терробороне и так далее. Поэтому с трудовыми ресурсами как бы тяжелее. Хотя есть приток трудовых ресурсов с того же Донбасса, те же металлурги. Не особо хотят люди работать. Не особо хотят, но, тем не менее, начинают уже. Жизнь заставляют, да. Теперь то, что касается действий правительства, немножко поговорим. Первое, что правительство сделало, это ввело льготы для микробизнеса, то есть для предпринимателей. Ну, это правительство у нас очень любит предпринимателей. И в карантин. Это так или по-настоящему? Ну, и так, и так. Оно, палка не бывает с одним концом, она обычно бьет с разных сторон. В период карантина, когда был полный локдаун у нас, выдавала помощь. Тут тоже выдала помощь, правда, расширила ее на всех людей. То есть все, кто как бы потерял работу или мог потерять работу, потому что никто этого не проверял, все получили помощь. Кроме этого, микробизнес получил, предприниматели получили льготы. Они могут, первая, вторая группа, не платить единый налог, они могут не платить единый социальный взнос. Третья группа могут не платить только единый налог, ой, то есть единый социальный взнос. Но это все рикошетом тут же сработало на местные бюджеты. Потому что единый налог, это местный бюджет. Также был наложен мораторий на уплату, уплаты за землю, это тоже местный бюджет. И таким образом центральная власть как бы подсекла очень резко местные бюджеты, возложив на них очень большую часть дополнительных расходов, таких как обеспечение терроробороны, обеспечение переселенцев и так далее. Корректировки бюджетов идут. Сумасшедшие. Но при этом теми деньгами, которыми Запад помогает Украине, центральный бюджет как-то не очень спешит делиться с местными. Хотя сам своими силовыми решениями обрезал местные бюджеты. И вот здесь есть колоссальная проблема. А намного как сильно бюджеты просели? Ну скажем так. Потому что в начале войны там вот и Миллер у меня здесь был. Они говорят, что начало... А они еще не чувствовали в начале войны. Первый месяц в феврале еще никто вообще не понимал. Уплата налога за первый квартал только сейчас идет. Только сейчас. Только сейчас они ощущают всего лишь один месяц, март, гуляния этого налога. Понимаете? А дальше что будет? Но землю, налог на землю, они ощущали каждый месяц. Ну в конце марта они ощутили как бы первые... В начале апреля они ощутили отсутствие... Ну и насколько это больно для бюджета? Я думаю, что точных цифр не могу сказать, но ориентировочно, единый налог и плата за землю, это где-то порядка 30% поступлений местного бюджета. Не менее 30%. А подоходный, да, вот это основное... Подоходный, он как бы не совсем местного бюджета. Он у нас считается центральным налогом общегосударственным. И поступает в бюджет, бюджет делит его, отдает назад. НДФЛ вообще очень сложно сейчас говорить, почему. Потому что многие предприятия, вот с начала военных действий, с начала форс-мажора, они потеряли способность выплачивать заработную плату. А следовательно, нет было и платежей налогов. Почему вот 6,5 тысячи выдавалось с бюджета населению? Потому что бюджет понял, что многие предприятия не смогут рассчитаться, потому что с ними не рассчитываются. Да, все взаимосвязано. Да. Это только сейчас расчеты между субъектами начинают налаживаться, и то далеко не везде и не все. Денежный поток у всех упал, у кого-то почти до нуля, у кого-то в половину. Но меньше, чем в половину, я не знаю, у кого он упал. То есть это серьезно, очень серьезно. Большая часть того бизнеса, который на недвижимости базируется, аренда и так далее, он упал почти до нуля. Офисы никому не нужны. Все, большинство съехали на удаленку. Очень много людей вообще уехало, закрыли бизнесы. Тут очень тяжелая ситуация в этой части. Ну и с большими предприятиями тоже ведь, да? С большими, у них рынки, у них заказы сорвались, у них людей нету. Очень сложно сейчас начинать. Есть же, да, и сокращение, и сокращение зарплаты. Конечно, во всяком случае, дополнительная заработная плата, то, что мы называем стимулирование, оно ушло практически у всех. Даже у ритейла, где ежедневно денежный поток есть, все равно у них он значительно уменьшился, и стимулирование заработной платы труда они убрали. Мало того, что сократили персонал, они еще это убрали. То есть реальные доходы граждан резко сократились. Что говорить, если сказать о социальной сфере? Насколько она сегодня платежеспособна, скажем так? Ну, если мы имеем ввиду пенсии, пособия и так далее, все это завязано у нас на бюджет. Сегодня бюджет пополняется... Национальный, да? Национальный, да, да, не местный. Он пополняется и международным валютным фондом, он пополняется и странами-донорами. И тот дефицит, который наше правительство заявило, его гасят. То есть на социальные выплаты пока это не повлияло абсолютно. Но это же все в долг, да? Нет, не все в долг. Есть, смотрите, есть помощь, которая нам дается в виде кредитов на льготных условиях со срочками. Есть помощь, которая нам просто дается. Просто пожертвования. Плюс не забывайте, что мир собирает колоссальные деньги, благотворительные деньги, которые к нам приходят либо в виде медикаментов, продуктов питания, топлива, либо в виде вооружений, либо в виде денег в бюджет. Так называемая гуманитарная помощь. Я читал, не знаю, насколько это верна информация. По-моему, Всемирный банк, прогнозируя дальнейшее развитие событий, они как бы так предрекли, что экономика ВВП России упадет ориентировочно на 18% в этом году. Наша где-то там 45%, по-моему, или что-то. Ну, наша ВВП уже упала где-то процентов на 20-30. Я думаю, что... Некоторые прогнозы были вообще до 70-70. Нет, нет, это нереально, нет. Больше 40% не упадут, однозначно. Во-вторых, мы сейчас как бы немножко очухались от шока, и промышленность, наконец, это уже третий месяц массовых военных действий, сейчас вы поймете, о чем я говорю, промышленность начала финансироваться с точки зрения промышленности военной. Два месяца военная промышленность практически не финансировалась. Сейчас начали поступать заказы. Мы первые месяцы жили... То есть предприятия оборонного сектора, да? Да. Мало того, что у нас есть много своих разработок хороших, которые мы успели, скажем так, миру продемонстрировать, но не успели в достаточном количестве выпустить, либо даже некоторые не успели поставить на вооружение. Но у нас есть очень большие заделы. Но эти заделы первые месяцы вообще не финансировались. У нас была проблема с текущим снабжением боеприпасами. И эту проблему наше государство решало с помощью западных и восточноевропейских партнеров, которые нам отдавали старые советские арсеналы, потом начали поставлять новое свое. Мы, грубо говоря, ну хоть это некрасиво звучит, но выпрашивали боеприпасы. А учитывая то, что мы являемся на сегодня единственным тем буфером, который защищает страны НАТО или границы НАТО от Российской Федерации, нам, слава богу, с удовольствием снабжали. Но боеприпасы это то, что должна производить сама страна. Оружие, либо оно должно быть универсальным, вот как у НАТО единый стандарт. Сейчас же мы тоже заявили о том, что переходим на их. Да, мы переходим туда уже очень давно. Очень давно. Ну надо же понять, какие снаряды делать. Какой стандарт. Ну и последняя наша артиллерия, вот если об артиллерии говорить, последняя наша такая разработка была, это гаубица Богдана самоходная. Она сразу делалась с двух калибров, 152-155. Под старые советские боеприпасы и под НАТОвский стандарт. Теперь 152 ствол уже не нужен. Уже боеприпасы все отправили. Теперь 155. Дело не в этом. Дело в том, что должно быть свое производство. Свое личное. Потому что зависеть боеприпасами от партнеров, мы уже на примере Германии убедились, что это такое. Кто-то с кем-то не хочет ссориться, кто-то что-то не пропускает. Кто-то решил потянуть кота за хвост и порассуждать, месяц отдавать ли нам. И так далее. Это должно быть свое. И вот сейчас, наконец, начинает работать этот маховик, начинается финансирование. Я уже не говорю о перспективных разработках, которые тоже, надеюсь, дойдут до постановки на вооружение, до массового выпуска. А это все как раз рабочие места. Возвращаемся к экономике. Ну, кстати, это уже следующее, если подытоживать, потому что не так много времени. Хорошо, хорошо. Все-таки надеемся, что этот период восстановления, период запуска нашей экономики, период восстановления городов, жилого фонда, он даст большой скачок в ВВП. Поэтому говорить о том, что ВВП слишком упадет, это значит, первое, изначально принимать как аксиому, что вот в таком ритме война продлится больше года, то есть мы не начнем восстанавливаться. Во-вторых, то, что мы будем постоянно истощаться, ну, это ненормально. Еще один момент, можно я немножко... И скажите, не забудьте сказать, все-таки, как Днепр себя... Ну, вот давайте о Днепре. Ну, мы с вами уже говорили, что из 22-21 крупные предприятия заработало. В Днепре вообще экономика чувствует себя довольно нормально. Могло быть намного хуже, слава богу, все не так плохо. Это раз. Во-вторых, есть один такой момент, который вот я хотел как раз сказать. Да, очень кратенько. У нас правительство объявило программу переселения производств. И помогает. В основном, малый и средний бизнес. Вопрос. У нас что, Днепр бомбят чаще, чем Львов? Наверное, на сегодня в этом смысла нет. Это, скажем так, рецидив с прошлой войны, когда перевозили производство с Харькова танковый завод в Среднюю Азию уехал. Сегодня это бесполезно. Но этот сам процесс, он на длительный период, несколько месяцев как минимум, закрывает производство, закрывает рабочие места. Оставляет рабочие места, например, в Днепре, открывает где-нибудь на Западной Украине, где может не быть вообще квалифицированной рабочей силы. На мой взгляд, это тоже как освобождение микробизнеса от налогов без компенсации местным бюджетам. Это точно такая же ошибка, которая очень отрицательно скажется на экономике. Будем надеяться, что шишки себе понабиваем и быстренько как-то сделаем вывод. Но я из сказанного вами, из нашего разговора, понял, что вы достаточно оптимистично смотрите на судьбу нашей экономики финансовой, банковской системы и так далее. А после войны вообще, я лично прогнозирую большой всплеск, потому что одно лишь строительство восстановления городов, а надо запомнить, что в строительстве одно рабочее место генерирует семь рабочих мест в смежных отраслях. Будем надеяться. Спасибо вам большое, Михаил. Спасибо. У нас был Михаил Крапивко, аудитор. Мы пытались говорить об экономике военного времени в Днепре, в Украине, в области. Спасибо. И будем надеяться, что все у нас будет верить, что у нас все будет хорошо. Спасибо. Продолжение следует...